А испугался маленькой Сары? Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тётка заснула, и я наслала ей страшные сны, и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет её будить. Маленькая Сара хочет играть. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как прибожек. Ведёшь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя усновидящий кошмар, от которых она не может проснуться. Зачем ты её мучаешь? Вовсе я её не мучаю. Страшные сны, это здорово! Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нём и поселилась. А потом пришёл этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придётся поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Новиград это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твоё. Давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят. И заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он мне поверит. Да, да, да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку! Нини, ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснётся. Привет! Ты кто? Меня прислала к тебе Трис Моригольд. Мамочки! У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне всё было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приёмы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осётр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Я видел, что госпожа Тилли вышла, Но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ух! Что приня... Будь здоров. Что знает, что за души губ людей убивает. Нет, лучше выпивки, чем сразу положить. Здесь я сню. В жизни не видел, как работают Анна и Романты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Расскажи, в чем заключается твой дар? Трудно это описать. Сначала я стараюсь понять связи, которые объединяют человека с тем объектом, о котором я должна видеть сон. И я задаю много вопросов, стараюсь назвать чувства, эмоции. Важна искренность, но люди все равно не хотят рассказывать о некоторых вещах. А других просто не осознают. А что ты видишь во сне? Сон вижу не я, а клиент. Мой дар заключается в том, чтобы насылать правильные сны. Иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары. Приходится отделять зерна от племен. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дряды бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но... Уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Да. Не спеши. У нас есть время. После второй войны с Нильфгардом... Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. Забрал ее в Кайр Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на разваленных стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй. Тогда я слушаю. Это было уже после того, как она училась в Кайр Морхене. После того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личное воспоминание. Ты хочешь продолжить? Да. Я тебя слушаю. Это было в Риве. Как раз закончилась вторая война с Нильфгаардом. Все еще было неспокойно. В городе начались волнения, громили нелюби. Я пытался что-то сделать, но не смог удержать бешеную толпу. Один паренек пронзил меня вилами. Я нефертуро умирала. Цири забрала нас на лодку. Мы поплыли туда, где цветут яблони, и там она оставила нас. Тогда я видел ее в последний раз. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови смытьянки родится разрушительный рог. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить? Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространство и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йеннифер. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Йеннифер учила ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна, но тон твоего голоса, скрытые эмоции... Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Хм... Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Йеннифер не была в Новеграде, была Трис, но Цири ее так и не встретила. Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. И. У тихо, она была в Новеграде, которая уже не встретила, что нам не встретили. Говоря, я нахожусь во время в воздухе. У нас нет. Усерируя. Если ты берешь, то она отправила на неё или нет. Она прямо совсем мобильный. Настя, как? Настя, в одной из местах. Трис? Продолжение следует... Продолжение следует... Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это? Как войдешь в город со стороны квартала красных фонарей, будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. КОНЕЦ Не буду больше в этих водах ходить. И правда, за эти собачьи деньги не буду я больше мясникам островитянам шею подставлять. КОНЕЦ 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 Это ты зря. КОНЕЦ В таких замечательных природных условиях еще чуточку я смогу бросить эту работу. Продолжение следует... 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 покажи что не знаю буду а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будь здоров!